Всем алоха, ребятохи! С вами, как обычно, Ритоха, и вы на канале Сборище импрессионистов. Сегодня мы поговорим об одном из самых интересных персонажей из всеми нами любимой игры Life is Strange. Речь будет идти о Хлои Прайс. Она настолько интересный загадочный персонаж, что ее просто хочется узнавать ближе и ближе, разгадывать как загадку. Хотя у некоторых людей первое впечатление о Хлои после первой встречи было негативным. Но, несмотря на это, остается вопрос. Кто же ты, Хлоя Прайс? Хлоя является лучшей подругой Макс Клоофилд, про которую, кстати, мы уже делали ролик. Они были подругами до тех пор, пока Макс не переехала в Сиэтл. После того, как Макс переехала, лучшей подругой Хлои стала Рэйчел Эмбер, про которую, кстати, мы тоже уже делали ролик. Рекомендую его вам тоже посмотреть. Характер нашей героини является довольно нетипичным для девушки. Она смелая, упрямая, озорная и мятежная. А ее образ жизни настоящего панк-рокера прослеживается, судя по ее музыкальному вкусу и внешнему виду. Хлоя любит курить травку и пить пивом. В целом, ее можно назвать дружелюбной. Однако, у нее довольно едкий характер, из-за которого не раз за всю игру от нее можно услышать саркастические колкие комментарии и забавные фразы, приправленные несензурной лексикой. Девушка любит рисковать, из-за чего часто попадает в неприятности. Также подвержена вспышкам гнева, ей сложно довериться другим. Из-за смерти отца, переезда Макс в Сиэтл и пропажи Рэйчел Эмбер, Хлоя стала пессимистичной и обиженной на жизнь, убежденной, что нет людей, которым она нужна, и нет тех, кому она может доверять. Иногда она не понимает эмоций других людей, из-за чего кажется эгоистичной. Кроме того, Хлоя – собственница, желающая, чтобы внимание близких было направлено только на нее, и обижается, когда люди идут против ее желаний, что, возможно, и вызывает к ней у гроков негативные эмоции. Также она может быть иррациональной и безответственной, что приводит к ситуациям, в которых Хлоя винит всех, кроме себя, и не принимает ответственность за принесенный ей ущерб. Так, например, она говорит Макс, что если не будет винить себя, то виноватой окажется она сама. Хлоя винит погибшего отца в своих страданиях и во всем, что происходит с ней. Тем не менее, иногда она принимает свою вину и изменяется за совершенные ошибки. Но Хлоя по-своему оберегает тех, кто ей дорог. Она очень предана своим близким, хотя и склонна сильно привязываться и быть навязчивой. Хлоя как романтик довольно проста. Очень кокетлива и любит подразнить. Несмотря на, казалось бы, грубый внешний вид, она хрупкая и напуганная девушка. Ее жесткое поведение может быть ничем иным, как обычным прикрытием, созданным для того, чтобы защитить себя от новой боли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да. Да. Да? У нее есть проблемы с наркотиками. Хлоя была достаточно умна для Блэквелла, что видно из школьного отчета Хлои из альтернативной реальности в третьем эпизоде, а также из приквела. Хлоя очень любит науку и даже говорит об этом Рэйчел Эмбер в игре «Правда или ложь». Но девушка забросила учебу из-за того, что ее окружение слишком сильно давило на нее. Все переломные моменты ее жизни заставили ее измениться и стать бунтаркой. Итак, все разрушающие черты характера Хлои, включая непокорность всему, злоупотребление наркотиками, фазу бунтарщицы и потерю контроля над собственной жизнью, могут быть связаны с депрессией девушки. С помощью такого образа жизни Хлоя сопротивляется с отчаянием, заполняя пустоту внутри и облегчает боль. Кроме того, безэмоциональность также можно связать с опытом утраты близких и прогрессирующей депрессии. Знаете, за время, проведенное с Макс, личность Хлои развивается. Девушка находит новые силы в поддержке подруги и их вновь возрождающейся дружбе. Хлоя показывает новую, заботливую и смелую сторону. В конце игры девушка признает эгоизм по отношению к семье и даже решается на невероятный шаг – пожертвовать собой, чтобы спасти город. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а на этом все. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть больше роликов. Также пишите в комментариях, про кого бы вы хотели подобное видео из игр жанра интерактивное кино. Мы обязательно почитаем и, может быть, даже сделаем, если не будем лениться. И не забывайте смотреть наши предыдущие ролики, если вы их еще не смотрели. Там тоже довольно-таки интересно. Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok